День с толком Кто смотрит нас на телеканале и в ютюбе, смотрите в этом выпуске. Как правильно носить маски и что будет, если не там снимать? Рассказываем про главный способ защиты от вируса. Управляющая компания уверяет, все устранили. Квартиры барнаульцев в три месяца топят канализационные стоки. В Барнаул привезли экспонаты для нового здания художественного музея. Когда их можно будет увидеть? Это может шокировать. Накануне в сети появилось видео, автор которого идет по больнице мимо трупов, завернутых в черные пакеты. У нас трупы не надо. Все ковидные. Минздрав региона не стал отрицать. Видео снято в 12-й городской больнице, где размещен ковидный госпиталь. В ведомстве отметили, в крае сейчас работает 8 патологоанатомических отделений, где проводят вскрытие погибших от коронавирусной инфекции. Два из них находятся в Барнауле. Видео прокомментировал и главный патологоанатом края. Он рассказал, что всех умерших от ковид-19 по закону требуется вскрывать, а их количество стало расти. Важный момент. Не всегда родственники сразу после вскрытия могут забрать врачебное свидетельство о смерти или тело умершего пациента. Некоторые располагаются в других регионах, находятся. Некоторым нужно время, чтобы приехать. Врач отметил, что его коллеги работают в две смены без выходных и делают все возможное, чтобы ускорить процесс. А между тем, за сутки в крае выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом. Кстати, теперь в официальную статистику будут включать и бессимптомных больных. Ранее в списки инфицированных они по каким-то причинам не входили. Сообщается, что за сутки в регионе умерли 9 пациентов с диагнозом коронавирус. Из хороших новостей за день выздоровели 299 жителей края. По-прежнему в ковидных госпиталях много тяжелобольных. На данный момент 364 человека. 136 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Край готовится к особому порядку оказания плановой медицинской помощи. Этот вопрос сегодня обсуждался в правительстве края. Уже известно, что изменения не коснутся онкобольных и людей с болезнями сердечно-сосудистой системы. Никита Ермаков продолжит. Экстренная помощь больным УРВИ и COVID-19. В такой режим переведена система здравоохранения региона. Врачей для неотложной помощи и помощи на дому не хватает. Именно поэтому барнаульцам приходится иногда подолгу ждать медиков. Для того, чтобы помочь первичному звену, для того, чтобы осуществлять неотложные вызовы, нам необходимо привлечь и специалистов по другим направлениям, сегодня работающих в поликлиниках. Количество терапевтов очень сильно сократилось, но при этом количество принимаемых приемов, оно увеличилось кратно. При этом это все пациенты с симптоматикой УРВИ. Как таковой остальной прием я физически не могу обслужить. Поликлиникам сейчас самим бы кто помог. Руководители медучреждения отмечают. В обычный день было 25 пациентов, сейчас 90. Частично прием перевели в онлайн формат. Например, в поликлиниках номер 14 и 7 выписывают электронные рецепты. Часть потока взяли на себя колл-центры. К слову, главврач станции скоропомощи Барнаула Андрей Посекунов предложил создать единый колл-центр. И этим вопросом уже занимаются. В то время как узких специалистов сейчас не хватает и в красных зонах. Количество пациентов средне-тяжелых и тяжелых увеличилось. Если в цифрах относительных, за 10 дней это на 40%. Характер пациентов изменился с ковидом за последнее время. Большая часть из средне-тяжелых, тяжелых и крайне тяжелых это коморбидные пациенты, которые требуют помимо участия традиционно пульмонолога-инфекциониста, еще и узких специалистов, которые действительно сейчас участвуют, в том числе в оказании плановой помощи. И тут их руки, и головы, и знания, конечно, нашим пациентам пригодились бы в случае, если мы таким образом перестроили работу. Если в государственных учреждениях приостановлена будет плановая помощь, то, конечно, первое – это высвобождение медицинских работников, ну а второе, конечно же, мы все-таки минимизируем контакт. Роспотребнадзор поддержал идею Минздрава временно вовсе отказаться от планового приема. В крае активно перепрофилируют медицинские учреждения, а коечный фонд уже составляет 4 655 коек. Однако губернатор подчеркнул, подойти к этому вопросу нужно взвешенно. Так он внес предложение, чтобы реформация не коснулась онкобольных и людей с болезнями сердечно-сосудистой системы. Очень важно донести главную мысль о том, что без медицинской помощи, помимо тех, кто занимается ковидом, ОРВИ, гриппом и прочими похожими ОРЗ, значит, у нас люди не остаются. Если ситуация требует какого-то вмешательства медицинского, то эта помощь будет оказана совершенно точно. Каким будет этот особый порядок приема, глава региона поручил разработать Минздраву. Сроки пока неизвестные. Никита Ермаков, День с толком. В Рубцовске больше часа простоял троллейбус из-за того, что пассажир отказался надеть маску. Работникам транспорта даже пришлось вызвать полицию. Проверки и соблюдение масочного режима сейчас идут по всей стране. Мы решили напомнить, что будет, если вы не носите маску, а также что будет, если носите одну и ту же маску больше двух часов, расскажет Ирина Корчагина. У нас маски разных размеров. Размер С для самых маленьких. Многоразовые, защитные, еще и на порядок дешевле, чем во многих магазинах. Маски в благотворительном фонде «Облака» начали отшивать еще в марте. За это время фонд подарил и продал более пяти тысяч масок. Сейчас, говорит Анастасия, наступила новая волна спроса на маски. Их стали заказывать в три раза чаще. У нас есть свой швейный цех. Это тоже наша программа, в которой участвуют наши женщины-подопечные. Благодаря этой работе у них появляется возможность зарабатывать дополнительно для своей семьи, для своих детей, чтобы их обеспечить и прокормить. Многоразовые маски сделаны из хлопка. Они гипоаллергенные и экономичны. Однако, даже если такую маску носить более двух часов, она сама становится источником заражения. Если длительно использовать маску по ее назначению, то есть длительность ее непрерывной носки будет превышать 2 часа и более, то, конечно, медицинская маска накапливает в себе не только болезнетворные микроорганизмы, но также это накопление идет влаги, это накопление идет аллергических каких-то микро- и макроэлементов. И, соответственно, мы при ношении этой маски, длительном ее использовании, будем сами реинфицироваться. Вечные споры, с какой же все-таки стороны надевать медицинскую маску. Точного ответа нет даже среди врачей, каждый носит по-разному. Но, как нам пояснили, в Алтайском спид-центре белая сторона лицевая, потому что она считается гипоаллергенной. А вот синяя, как правило, обработана антисептическим средством. Носить такую маску можно до двух часов. То же самое касается и многоразовой маски. А вот в респираторе можно находиться аж шесть часов. Но для повседневной жизни он непрактичен, потому что после использования его уже нельзя стирать и носить дальше. И, конечно, вот эти прекрасные масочки из магазина или их жалкое подобие. По-моему, то же самое, как натянуть колготки на лицо. Но если не делать хотя бы этого, нарушителям грозит предупреждение или административный штраф. Для граждан штраф в соответствии с действующим законодательством может составлять от 1 до 30 тысяч рублей. Все дела подлежат рассмотрению в районных судах. Решение о том, какой будет штраф, принимает суд. Кстати, в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю отмечают, что жители региона стали более сознательными. Однако ковид-диссиденты все еще катаются в автобусах, ходят по магазинам без масок. Это кадр задержания в петербургском метро. Парень отказывается надеть защитную маску. В Рубцовске на днях троллейбус простоял больше часа, потому что пассажир также капризничал. В этом случае мужчина еще и оплатит штраф за простой транспортного средства. А в Красноярске, например, пассажир вообще избил кондуктора за просьбу надеть маску. Кстати, в Новосибирске за отсутствие маски жителям уже пришлось заплатить более 250 тысяч рублей. В каком размере жители Алтайского края уже поплатились за свое упрямство, мы расскажем в ближайших выпусках. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. По собственному желанию и без принуждения. За в отделением диагностического центра края Андрей Рожанский покинул свой пост. Напомним, его увольнение предрекали еще летом, когда недовольные зарплатой сотрудники диагностического вышли на площадку перед центром. И в первую очередь это были сотрудники отделения, которое возглавлял Рожанский. Медики обращались тогда и в трудинспекцию, и в прокуратуру. После стало известно, что за в отделением грозят увольнением за активную гражданскую позицию. Сегодня мы связались с врачом по телефону, но комментировать свое увольнение он не стал. Сказал лишь, цитата, что устал от всей этой мышиной возни. По информации агентства Банкфакс, со своего поста Рожанский ушел по собственному желанию. И к увольнению его не принуждали. Теперь он работает в центре рядовым специалистом. Жители одной из барнольских многоэтажек предпочитали бы не чувствовать запах. И не видеть. Канализационные трубы засоряются, и содержимое выходит из подвала наружу. И так уже третий месяц. Пока управляющая компания утверждает, что все устранено, а наши корреспонденты провели свою проверку. Заходишь в подъезд, и сразу становится понятно, здесь не чисто. В воздухе страшный смрад, под ногами фекальные реки. Вот здесь под полом. Вот такой организовался водоем. Когда люди пользуются канализацией из этой трубы, просто откровенно все течет. Туда под пол. Здесь за стеной моя квартира. Да, люди не так вот переплывают это. По словам местных жителей, в квартирах на первом этаже круглосуточно окна нараспашку, чтобы не задохнуться. Последние несколько лет вся домовая канализация течет по дырявым трубам. Грунт подмывает, и отходы проникают в жилье. Фу, блин, у меня дома такой же блин. Я иногда с такой головной болью встаю. Я уже тоже, говорю, скоро там, и я так же начал пахнуть. Но возможность проветривать жилье есть не у всех. И тут встает вопрос. Либо свежий воздух, либо тепло в квартире. Конечно, в комнате холодно. Еще ни одного дня не было отопления. Ведь я же буду платить за отопление полностью. И плюс еще за электроэнергию я заплачу, потому что подключаю батарейку. Вот такие же везде оголенные провода. Везде вываливаются выключатели. Мы в квартире в прошлом году чуть не сгорели. У нас проводка взорвалась. Этому дому номер 68 на Эмиле Алексеевой уже больше полувека. В пятиэтажке всего один центральный вход. Аварийные двери забаррикадированы. И к чему бы привело возгорание вопрос открытый. Дверь с той стороны забетонированная насмерть. Примерно вот так. То есть, а в случае какой-то чрезвычайной ситуации, в случае пожара. Или в домофонную дверь бежим, или из окон прыгаем. О своих бедах заложники зловоний говорили не раз. На днях жильцы выложили пост в соцсетях о своей беде, потому что у директора управляющей компании говорят, люди есть дела поважнее. Он пьяный, потому что мы у него составляли акт. Он нам составлял недавно, ну как недавно, месяц назад, о затоплении. Ну, неадекватный человек. Нас же руководитель компании заверил, проводка исправна, все аварийные двери открыты, отопление есть. Что касается запаха, то кажется, что мужчина сам уже запутался. Я лично там был в субботу, все там, ничего, единственное, пол мы не закрыли, пробку не поставили. Поставил пробку, заглушил пол, закрыл, все. То она шла сверху, сейчас она с пятницы уже не протекает там, все. То, что касается возможных протечек в грунт, они устраняются немедленно. Вот, если этого не происходит после обращения в аварийную службу управляющих компаний, необходимо обратиться в государственную жилищную инспекцию Алтайского края с заявлением. И, учитывая, что это канализационные стоки, то следует обратиться еще параллельно и в Роспотребнадзор Алтайского края. Так что все, что пока остается людям, это писать обращение в надзорные ведомства. Может быть, лишь тогда управляющая компания «Ренессанс» возродит хотя бы свежий воздух в доме. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Такого не было уже давно. В Барнаул привезли экспонаты, которые будут выставляться в новом здании художественного музея края на площади Октября. Фунды пополняют керамические изделия уроженца краевой столицы, всемирно известного мастера Владимира Гриславцева. Откуда доставили работы, какую ценность они представляют и когда их можно будет увидеть, расскажет Татьяна Голубева. Все везло из Петербурга, специализированные машины, с пневмоподвеской и так далее, и климат-контроля. 38 предметов. Каждый представляет особую ценность. Чтобы их не повредить, все тщательно и с осторожностью упаковывали. При упаковке, к примеру, вот этой тарелки, да собственно и всех произведений, которые приехали в Барнаул, используется специальная миколентная бумага. Она полностью натуральная и защищает произведение искусства от механического воздействия и пыли. А защищать есть что. Произведения для будущего зала художественного музея отбирали вместе со всемирно известным мастером Владимиром Гриславцевым в его питерской мастерской еще два года назад. В музее уже есть 20 его работ. Он всегда приезжал на Алтай не с пустыми руками. Часть из прибывших на днях – тоже его подарок. Создавая такое здание, новое здание для музея, мы понимали о том, что в наших экспозициях, в наших фондах должны появляться новые предметы, которые бы характеризовали наш Алтай, характеризовали нашу связь с нашими земляками. Не случайно все прибывшие в Барнаул работы известного художника и керамиста объединены двумя темами – солнечный Алтай и строгий Петербург. Все это – объемная керамика. Направление активно развивалось в 70-е и 80-е годы 20 века. Каждая из тарелок или объектов участвовала в международных выставках. Инна Галкина готова говорить долго почти обо всех работах, к примеру, об этих окнах. В керамике окна и двери – это вот как-то, знаете, такая осмысленная по-другому очень ипостась архитектуры. То есть окно, окно в мир, окно, какое оно бывает разнообразное. До момента открытия нового здания музея вся эта красота будет храниться на специально заказанных стеллажах. Руководство надеется, что надолго процесс хранения не затянется. И встреча зрителей с произведениями искусства все же состоится. Завершение мы сейчас знаем по последнему конкурсу, который объявлен и, так сказать, официально стоит 22-й год. Март, по-моему. Март 22-го года. Завершение строительно-монтажных и всяких работ. Вот, ну, может, к концу года заедем. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Для ваших вопросов, просьб и предложений работает наш телефон 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Стройрегион». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова